В данном видео мы расскажем о предъявлении начала маркировки, а именно получения задания по определенному формату и режиму доставки заданий с уровня систем L4 и L3 уровня. Как говорилось ранее в видео по настройкам, настройки обмена синхронизации настраиваются на вкладке синхронизации в разделе настроек. Указывается вариант обмена данных, либо по формату JSON, либо XML, либо через каталог, либо через HTTP-сервис. В каталог приемки приходят входящие задания. После успешной отработки их они помещаются в архив, а в каталог отправки формируются ответные пакеты данных систем IncoTrackLine, либо при разрешении задания по маркировке формируется отчет с линией. Загрузим задание. В каталоге приемки у нас есть уже выгруженный файл в формате JSON. Теперь числены у нас параметры задания, сами коды. Нажимаем кнопку синхронизировать. Как видно, появилось у нас новое задание вставки «Подготовка». Здесь можно видеть само загруженное задание. В случае, если не была допущена какая-то ошибка в пакете, его можно здесь руками отредактировать и переотработать. В случае, если будет статус «Ошибка», здесь появится кнопочка «Обработать», чтобы не перезагружать повторно тот же самый пакет. При обработке задания у нас обработалось задание и сформировался пакет успешной обработки по получению задания «Report in Mark». Собственно, где пишется статус «Ок» и комментарий, пакет данных обработан. Перейдем, посмотрим само задание. Загружены параметры задания. Собственно, какой организации? NNN – продукция. J-Team – с органностью продукции. Номер задания. Номер партии мы не выгружали. Если маркируется какая партия, будет указан еще номер партии. Сколько у нас потребительских упаковок, когда там матриксов было передано на задание. Сколько групповых упаковок. Сколько палет. Сколько у нас должно находиться в групповой упаковке. Данное значение обязательно. Так как у нас, если используется автоматическая агрегация, система именно с этого параметра будет брать это значение. И при достижении, например, в агрегате 20 вложений, будет автоматически закрывать данный агрегат. Аналогично, сколько в палету входит групповых упаковок. Идентификатор задания и, собственно, дата производства. На вкладке «Коды» можно посмотреть все коды, переданные в рамках задания. Код печати. Код нанесения. С FNK1 и GS1. Спецсимволами. Групповые упаковки. В данном случае форматы CC. И палеты. Тоже форматы CC. На вкладке «Отчет» будет сформирован отчет после завершения маркировки задания. И появятся данные по отчету. Как видно, по подвалу системы у нас не указано текущее задание. Если мы пытаемся запустить линию с тем, мы скажем, что задание в производстве не найдено. Поэтому берем задание в производство. В производство может быть взято только одно задание одновременно. Оно сейчас остановлено. Задание взято в производство, как видно в подвале. Также можем провалиться из любого раздела по подвалу, посмотреть само задание. Какое сейчас маркируется. И процесс его маркировки. При взятии задания в производство на вкладке «Коды» у нас представлены все коды, которые сейчас находятся в маркировке. В процессе нанесения, сериализации или формирования агрегатов, здесь будет появляться данная информация, в какой агрегат положен тот или иной код, нанесен, дата нанесения, и если идет проставка веса, еще и вес.